Проверить готовность жилья до обагравального сезона. Ротовальники Минской в области отправились в рейд, как проверить домы и квартиры. Саморубная электропроводка, керамичный комин або потресканная печка – такие порушения есть амаль у каждом приватном доме. Господарам, которые не выполняют потребования супрационников МНС, придется заплатить штраф. Репортаж Яна Пашкевича. Это что мы заштукатурили, а это сказали чуть позже, пока она высохнет. Минулый визит ротовальников для Олены Матьвеевой не прошел даремно. Господиня взялась выправлять недохопы, романтуя обед випечки, как до нового сезона подрихтоваться належным чином. Очень тепло сейчас. Тем более сейчас поставили новые окна. Вот это окошко мы заделали, что оно не нужно. И в принципе у нас более-менее один раз в день топим. И ту печку должны вот топить. И эту одежду нас хватает. Тем более газ у нас здесь. Побелка необходима полевая? Да. Побелка... Ну мы уже купили краску. И вот будем скоро делать. Побелка необходима, чтобы бачить, что есть у печцы трещины. Дровы должны гореть у нее максимум 2 годины. Насправишь отремливается иначе. Многие господары палять у печи паудня. Як выник, нават вогнетрывалая цегла не вытрымливая. Не глядячи на добрый внешний выгляд вось гэтой печки, яна на угол не отказывая пожаронебеспечным нормам. Наприклад, вось гэтый металличный протопочный лист павинен быть значно большим. 50 на 70 сантиметру. Каб гарача в угли не выпадали на даровляную падлогу. А отлеглой спешки от стены повинна быть не менш 10 сантиметров, каб шпалеры або диван не загорелись. Не менш небеспешно и с надыходом холода установится и ненадейная саморобная электропроводка. Напружение усетцы подымается так, что неправильно злученные проводы ягони вытрымливают. На данном участке видно, что соединение жил электрических проводов выполнено по способу скрутка. Допускается использование пайки, сварки, опрессовки либо спецзажима. В данном случае это обычная скруточка и заизолированная изолентой. Наипер шартовальники проверяют несчастливые семьи и пожилых людей, которые живут одни. Калияны сами не могут выправить недохопы. Им допомогают социальные службы. Чтобы злостных нарушителей, которые не хотят прислушиваться к нашим рекомендациям, мы привлекаем к административной ответственности. Хочу напомнить, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрено административным кодексом ответственности до 30 базовых величин. В этом году из-за нарушения правил пожарной безопасности связанных с печным отоплением произошло всего лишь два пожара. Это составляет около 2% от общей численности пожаров. С початку года у Минской области зарегистровано амаль 900 пожаров. Ратовальники не выключают, что с надыходом холодов эта личба может повеличиться. Як показывая сумная статистика, больше за полову у сгранев можно было позбегнуть, а докладней попередить. Дбайностью господару. Ян Пашкевич, Александр Шостакович, агентство Теленовин.